Девушки, скажите, а вы откуда? Покорять столицу эти дамы приехали из разных уголков СНГ. Хорошо отремонтированная квартира на Рублевском шоссе стала для них местом работы, а для кого-то даже домом. Здесь девушки легкого поведения общались со своей клиентурой. От камеры лица скрывают все. Ведь если на родине узнают об их роде занятий, быть скандалу. Родственникам озвучивают другую, гораздо менее пикантную версию. Например, что в Москве нашла работу бухгалтера. Это отчасти правда. Строгая бухгалтерия здесь действительно велась. Девушки, где тетрадь, куда записываете все? Мы тетрадь сейчас не найдем, будем искать здесь очень долго. Будем сидеть тут все очень долго. Где тетрадь, куда записываете все? Рассказывать о своей работе эти женщины не хотят ни журналистам, ни полицейским. Скорее всего, каждая из них надеется. Вскоре ей удастся вырваться из притона и начать другую правильную жизнь. Но чтобы эти надежды сбылись, необходимо приложить серьезные усилия и порвать с криминальным прошлым. Все девушки были доставлены в ВВД России по району Кунцево, города Москвы, для установления их личности, а также проверку на причастность к крайне совершенным преступлениям и законность, находящей на территории России Ферранс. За занятие проституцией барышням придется заплатить штраф. Сейчас полицейские устанавливают, кто организовал притон в московской квартире. Работодателям этих женщин грозит тюремное заключение. На появлении мужчин в этой огромной трехкомнатной квартире ее обитательницы всегда реагировали положительно. Однако в этот раз радости на их лицах не было. Сюда, в один из домов по Осташковской улице, что на северо-востоке столицы, с проверкой нагрянули полицейские. По имеющейся информации, в этой квартире находится притон. В ходе осмотра квартиры были установлены четыре девушки, занимающиеся проституцией, в отношении которых, естественно, были составлены протоколы по административному законодательству. По предварительным данным, ежесуточно услугами этих дам пользовались несколько десятков клиентов. Почасовые встречи проходили вот в таких не совсем уютных комнатах. Интим здесь создавал лишь полумрак от задернутых штор. Выбрать понравившуюся проститутку можно было через интернет. Все девушки оказались иногородними. У некоторых из них не было документов. Выручать своих сотрудниц приехала организатор притона. У нее стражи порядка обнаружили тетрадь с записями имен девушек. Напротив каждого имени были указаны суммы денег. Это список, что мне должны люди деньги. То есть это личный мой. Здесь фотосессию они делали и платье. То есть мы покупали на рынке платье. То есть я им давала деньги на это, а они мне за это должны. За действиями своих сотрудниц организатор притона следила при помощи камер видеонаблюдения. Ими были оборудованы все комнаты в квартире. А что это такое? Так, а где это? Это регистрация еще одна. Это камера? Женщине, организовавшей незаконный бизнес по оказанию интимных услуг, грозит уголовная ответственность. В отношении девушек легкого поведения составлены протоколы об административном правонарушении. В эту квартиру в доме номер 13 по улице Красного Маяка, что на юге столицы, сотрудники полиции не могли попасть полгода. Такова была система конспирации. По имеющейся информации, там процветал незаконный бизнес. Женщины за деньги нарушали нормы морали и нравственности. Проще говоря, занимались проституцией. Привычная картина, натянутые на головы халаты, непрерывный плач и одна и та же песня. Все мы не местные, детей кормить не на что, как можем, так и крутимся. А что на такие работы-то пошли? Непрестижные. Просто моя мама заболела, операцию надо сделать, поэтому пришла я. Другую работу разве нельзя найти в Москве, кроме этой? Не знала. Срочно надо деньги было, поэтому я пришла сюда. Судя по графику дежурств, в квартире должны находиться 10 девушек. В момент визита оперативников на месте оказалось 7 ночных бабочек. Помимо них, полицейские обнаружили здесь и организатора притона. Женщина призналась, что никого из своих подопечных продавать себя она не принуждала. А деньги распределяла по-честному. Большая часть доставалась работницам. Сумма вам какой-то процент идет, так? Да. Какой вам идет и какой девочкам? У них 50%. У меня 25%. Мужчина так же, как и девушки, прячет лицо. В эту квартиру он попал не случайно. Проституток нашел по объявлению в популярном журнале по предоставлению интим услуг. 2,5 тысячи за час для этого клиента оказались сущим пустяком. В месяц мужчина, по его словам, зарабатывает до 100 тысяч рублей. С таким заработком разве не проще найти себе подругу? У меня жена есть. Просто у меня 12 дней, как родилась жена. Просто я умудрился, что мне вот так хотелось или как, что-то мне вот так. Жена родила, да? Да. 4 часа, как за 4 час начать платить. Здесь ворвались, я уже не знаю. За организацию притона его владелице теперь предстоит ответить перед законом. Женщине может грозить до 5 лет тюрьмы. За порочное поведение в отношении девушек будут составлены административные протоколы. Также жриц любви проверят на легальность нахождения их на территории Москвы. С порога становится ясно. Притон не простой, а элитный. Резная мебель, ажурные подсвечники, картины с умиротворяющими пейзажами, аквариум с золотыми рыбками. Устроились здесь совсем неплохо. У каждой девушки свое гнездышко. Многие из них сюда не просто приходили на время так называемой работы, но и жили здесь. К примеру, эта особа, по ее словам, в Москве всего третий день. А вот эти три дня где проживала? В Гостиннице. Какой? У Частной Гостиннице. Ну что, адрес есть у Частной Гостиннице? Есть. Ты издеваешься, да? Скорее всего, девушка живет здесь. Кстати, в центре Москвы, на Никитском бульваре. Всего в Притоне полицейские обнаружили 9 так называемых жриц любви. В столицу они приехали из разных уголков России. Это, к примеру, из Хабаровска. Все ночные бабочки оказались парадоксально стеснительными. Уряда в Олесе Сергеевне, да? 25-го, 05-го, 81-го. Что сделаешь здесь по этому адресу? Кому? Подружку. Как подружку зовут? Света. Но ни одной светы в квартире не оказалось. А как же тебя запустило, если света не было? День, а скажи, поклоняйте. А вот оперативникам, чтобы проникнуть сюда, пришлось выдать себя за клиентов. Здесь не только закрыта дверь, но и установлены камеры видеонаблюдения на входе. Девочки, улыбнитесь, снимает же. Стесняюсь. Есть здесь девушки из других стран. В основном это ближнее зарубежье. Передать привет в родные места, пользуясь случаем, гости российской столицы не захотели. Мне не надо снимать. На девушек, оказывающих услуги интимного характера за денежное вознаграждение, были составлены протоколы об административном правонарушении. По статье 6.11 КОП РФ «Занятие проституцией». Жрецам любви придется заплатить штраф порядка полутора тысяч рублей. Хотя для этих девушек из элитного притона это смешная сумма. Организаторы приватного салона стражи порядка разыскивают. Обитательницы притона не сразу поняли, что просчитались. И впустили вместо очередных клиентов полицейских. Эта квартира съемная. Возможно, хозяева и не догадываются, какие метаморфозы произошли с их жилплощадью. Стоимость интим услуг в этом притоне 5000 рублей в час. На момент появления стражи порядка в квартире находились 6 так называемых жрец любви. Все в возрасте от 19 до 25 лет. Все они приехали из разных городов России, а некоторые и из стран ближнего зарубежья. Передать привет родным и близким, пользуясь случаем, девушки не захотели. Молодой человек, ну перестаньте, что же вы делаете? Кошмар такой. Девушки поспешно прятали лица, а некоторые и вовсе убегали, закрываясь и рискуя испортить свою презентабельную внешность. Ой, аккуратней. Наведались полицейские и в еще один притон. Его стражи порядка обнаружили тоже в Басманном районе. Здесь все празднично, почти по-семейному. Однако за уют нужно платить. Стоимость услуг в этом заведении в два раза дороже, чем у коллег из предыдущего приват-салона. А у вас молодой человек есть? Ну, если бы у меня было ничего, я бы здесь была. Скажите, а у вас цветы в комнате встали? На мне неудок не надеются. Не надеетесь обычно? Я самостоятельно. Ага. Не люблю меня, ползависимых. Таких независимых в Притоне оказалось 13. Практически у каждой свои постоянные клиенты. В ходе проведенных мероприятий, направленных на реализацию оперативной информации, были задержаны 19 девушек, оказывающие услуги сексуального характера. В отношении них составлены административные материалы по статье 6.11 Кодекс об административных правонарушениях. Девушка теперь грозит штраф от полутора до двух тысяч рублей. А вот хозяевам увеселительных заведений грозит ответственность уголовная. Осталось их только найти. Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России пресекли деятельность международной этнической группы, участники которой подозреваются в торговле людьми. Злоумышленники вербовали в Молдавии молодых женщин и под предлогом предоставления работы в кафе и ресторанах привозили их в Россию. Затем участники группы размещали их под охраной на съемных квартирах и коттеджах на территории московского региона, отбирали документы и под угрозой, либо с применением насилия, принуждали к занятию проституцией. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили, что несколько женщин насильно удерживают в коттедже. Была проведена специальная операция, в результате которой шесть уроженок Молдовы были освобождены. Один из организаторов этого притона, 45-летний уроженец Молдовы, ранее судимый за организацию занятия проституцией и торговлю людьми, был задержан и заключен под стражу. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. В Московской области полицейские пресекли деятельность притона по оказанию интимных услуг. Притон располагался в одном из частных домов подмосковного города Мытище. В ходе рейда сотрудники уголовного розыска обнаружили 14 девушек легкого поведения. Также сыщики нашли и задержали организатора незаконного бизнеса 40-летнюю уроженку Республики Молдова. Все задержанные доставлены в водил полиции для восстановления их личности, дактилоскопированы, проверены на причастность к совершению преступлений и правонарушений. В отношении организатора притона возбуждено уголовное дело. Семь лет на одной и той же должности и без перспективы карьерного роста. Лилия приехала покорять столицу в 2007 году. С первых дней своей московской жизни стала заниматься проституцией. Сколько платили клиенты за визит? Ценовая категория разная была. От трех до пяти. В связи с чем колебалась цена? Как диспетчера поставят рекламу, по какой цене приходили мужчины? Лилия была задержана в одном из притонов в центре Москвы. Она, как и другие работницы дома терпимости, согласились сотрудничать со следствием. Помогла полицейским задержать организатора подпольного бизнеса. Оперативники установили в квартире видеокамеру. Сколько я могу по Москве держать эти квартиры с ними? Редкая возможность взглянуть на закулисную жизнь жирец любви. О чем говорят девушки со своим работодателем? Сегодня в этом притоне решались трудовые споры. Сутенер недоволен. Подчиненные не выполняют план. Денег в кассе гораздо меньше, чем ожидалось. Организатор притона Галина забирает деньги, которые заработали девушки за ночную смену. Через пару минут в квартире появляются оперативники уголовного розыска и задерживают женщину. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Избраны меры пресечения заключения под стражу. На девушек, оказывающих услуги интимного характера, были составлены административные протоколы по статье «Занятия проституцией». Организатору интим-салона грозит до пяти лет лишения свободы. Ночным бабочкам придется заплатить штраф. Лилия хочет уйти из притона. Девушка рассказала, что решила устроиться на работу и начать новую жизнь. Теперь ее мечта завести семью и родить ребенка.